Если воля духовника и воля мужа не совпадают, кого должна слушаться жена? Конечно, в зависимости от значимости вопроса. Если воля мужа ведет к погибели, если, очевидно, беззаконная и для себя и для вас вредная, если принимает он решение или ведет такую линию по жизни, то не призваны вы слушаться мужа во всем, что ему голову не взбредет. Вот, хоть и наставляет апостол Павел, что для всякой женщины, супруги, ее послушание мужу является полным и совершенным, но предполагается, что тому мужу, которого глава Христос. Есть такое ясное слово в послании к Оринфянам апостола Павла. «Хочу, чтобы вы знали, что всяком мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Он и есть сам Бог живой, но имеющий причиной своего бытия Бога Отца, что не делает его меньшим Отца, ибо Он и Отец одно». В этой иерархии царствует Христос. Духовник призван свидетельствовать о воле Божьей. Муж призван эту же волю Божью реализовывать в своей семье. Потому противоречий в советах духовника и позициях мужа в принципе быть не должно, ибо духовник сообразовывает свою рекомендацию, свою волю, свой совет с наличием у женщины главы ее супруга. А если уж духовник вынужден что-то противопоставлять воле мужа, законного супруга, этой женщины, то только потому, что его воля оказывается губительной. Существует много обстоятельств в жизни, которые приходится потерпеть, в том числе от собственной главы, от мужа. А есть обстоятельства, которые терпеть уже нельзя. Ибо и для мужчины Господь полагает некоторый предел терпения жены. Пределом, например, этим является супружеская неверность. Если таковая оказывается в наличии, то и изгоняющая жену правильно поступает, ибо она уже не жена ему, став телом иным для него, приобщившись, тело блудника с ней, вступившего в связь, есть и определенные ограничения и всевластие мужа над женой. Там, где это право его управления женою простирается на нарушение законов Господних, там, где решительно гибельно, то и не заложницей своих супружеских обязанностей и подчинения является христианка. Это не торопит к разрыву семейных отношений, поскольку увещевает апостол Павел на женщину, уверовавшую из языческой семьи. Не оставляй мужа своего. Откуда ты знаешь, может быть, он через тебя спасется? То, что он сам еще не столь просвещен, не столь утвержден в вере, как ты, это не причина для вашего расторжения союза. Но там, где муж сам становится разрушителем вашего благодатного союза либо своей неверностью, плотской, либо каким-либо безумием, которое он вносит в семейную жизнь, есть целый список подобных поводов, которые можно считать уважительными для супруги, после которых или при наличии которых ее непослушание мужу как мужу вполне законно, ибо она не призвана погибать вместе с ним, но призвана вместе с ним спастись и посодействовать ее спасению. Потому духовник, пример или идеал даже такого духовника можно найти в опыте правильного Алексея Мичева, московского духовника, который окормлял многих наших соотечественников в тяжелейшие времена безбожной диктатуры, кровавого большевистского режима, и в том числе женщин, мужья которых являлись какими-то красными командирами, атеистами, большевиками, активно действующими, и сколько было мудрости в его наставлениях, сколько решимости сохранять семьи, а не разрушать. Но при этом не в погибель тех, кто, будучи христианками, горько страдали от нехристианской жизни своей семьи из-за этих ложных идеалов, которым были привержены их мужья. Тем не менее, терпение, молитва, годы преодоления вот этого разделения в вере внутри семьи давали замечательные благодатные плоды. Так что и бывшие большевики становились тайными христианами и сохраненные семьи воспитывали потомство, которое уже совсем иначе относилось к святыне. Так что не должно, думаю, торопиться с какими-то скоропалительными выводами, и не будет опытный духовник вбивать клинья между супругами, и тогда, когда есть временные непонимания или разные системы ценностей, надлежит и духовнику, и окормляющемуся, окормляющейся у него много молиться о просвещении своей половины, о изменениях к лучшему, о покаянии. И в своем собственном покаянном труде, в своем собственном молитвенном пред Богом предстоянии, в своей собственной кроткой и евангельской жизни есть надежный залог приобретения себе своих родных. Пускай, говорит апостол Павел, кротким житием своих жен без лишних слов приобретаются Христу до поры до времени свирепые и безрассудные их мужья. Будем эти ориентиры апостольские принимать и для себя за действительные путеводные звезды на путях устроения наших семей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!